Добрый день! Я Олег Степанюк и это программа «Большой город». Сегодня хочу поговорить о его вечернем облике, о том, что делает его уютным и красивым, придает ему свое очарование. И в конце концов, без этого просто немыслима наша, в том числе и безопасная жизнь в большом городе. Это его освещение. Сейчас, когда наступила пора, когда темнеет рано, светлеет поздно, я решил пролить свет на то, что остается для нас в тени. Как все это работает? Какие лампы освещают нам путь и сколько это стоит? Ну и немного о праздничной иллюминации. Но все подробности после нашего традиционного обзора событий прошедшей недели. 58 гектаров земли Московского района в центре столицы на пороге глобальных градостроительных перемен. Началось общественное обсуждение проекта застройки в границах улиц Московской, Клары Цеткин, Кальварийской, Железной дороги, Минск-Молодечно. Здесь запланировано строительство многофункциональных комплексов, объектов питания, административных зданий. Архитекторы убеждены, у этой территории высокий потенциал. Это выгодное месторасположение, отличная транспортная связь и, соответственно, доступность к рабочим местам. Изучив всю территорию и построечный фонд, мы пришли к выводу, что территория требует значительной переработки, изменения функций. Появилась трамвайная ветка, которая была заложена генеральным планом города. И она заложена трамвайная ветка по всему городу Минску. Также вдоль территории проходит третья ветка метрополитена. И в настоящий момент проходит строительство станции метро Площадь Богушевича. Столичные градостроители рассказали о своих планах по преображению центра Минска в пределах Первого транспортного кольца. Сейчас проект находится на согласовании в Министерстве культуры Беларуси. Особое внимание – сохранение историко-культурного наследия. Специалисты предлагают убрать транспорт с площади Свободы под землю и организовать уникальную историческую площадь. В планах исключить движение транспорта по улицам Немига Богдановича на участке между Романовской Слободой и улицей Янки Купалы, объединив таким образом Троицкое и Раковское предместье и Верхний город Единое Целое. Эта работа, она потребует значительных усилий и значительных финансовых таких затрат. Но тот итог, который мы можем достигнуть в связи с созданием нового качества на площади Свободы, убрав транспортное движение и объединив обе стороны улицы Ленина, у нас качественно изменится вся картина центра города. В столице улучшилась ситуация с медицинскими кадрами. Особенно это заметно по обеспечению учреждений здравоохранения сотрудниками со средним медицинским образованием. Сегодня городу не хватает около двух тысяч акушеров и медсестер. А вот укомплектованность с врачами-педиатрами составляет 100%, терапевтами – 92%. Спрос на медицинских сотрудников имеет место практически в каждом учреждении. Нам требуются и врачи, и работники. Особенно со средним медицинским персоналом, несмотря на то, что у нас имеется все-таки два колледжа в Минске, и Белорусский государственный медицинский колледж, и Минский медицинский колледж. Все-таки проблема ощутима. Как правило, да, они распределяются в наше столичное здравоохранение. Но многие едут и в регионы работать, там тоже нужны медицинские кадры. Почти два десятка площадок для временного складирования снега определили в Минске. Заблаговременно подготовили также спецтехнику и оборудование. От борьбы со скорбским сезоном уже приступили с помощью противогололюдных смесей. К холодам укреплено и дорожное полотно. Больше чем на 30 улицах закатали новый асфальт. Минск погружается в новогоднюю атмосферу. Улицу Ленина начали украшать праздничные иллюминации. Также яркие гирлянды появятся на деревьях и административных зданиях. Главную елку, которая традиционно разместится на Октябрьской площади, украсит новыми светодинамическими игрушками с элементами национального орнамента. Такая технология для оформления новогоднего атрибута применяется впервые. Всего в Минске установят 24 новогодние елки. Монтаж ели в этом году мы начали 20-21 октября, то есть в 20-х числах октября. Связано это с тем, что сам процесс достаточно трудоемкий. Для начала нужно вывести каркас, затем нужно одеть этот каркас в лапки, затем нужно одеть гирлянды, и только в последнюю очередь одеваются сами новогодние игрушки, ставятся ограждения и украшается прилегающая территория к еле. Итак, программа «Большой город» приехала на предприятие Мингорсвет. Я беседую с его руководителем Славомиром Гриневичем. Славомир Станиславович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вот городское освещение. Согласитесь, что для нас минчан – это такая быденность, такие будни, что мы просто не замечаем этого. Ну, наверное, только обращая внимание, когда где-то что-то не работает. Но вот за всем этим стоит же очень кропотливая и тяжелая работа, которая остается для нас в тени. Вот я надеюсь, что с вашей помощью мы прольем свет как раз на этот аспект вашей работы. Давайте вначале поговорим, что же собой представляет вот это хозяйство, вот это предприятие Мингорсвет. Из чего оно состоит? Ну, кропотливая, тяжелая и интересная, я бы добавил, работа. Потому что со светом работать еще и интересно. Предприятие основано в 1964 году. Недавно мы отмечали юбилей пятилетия со дня образования предприятия. Предприятие является, так сказать, единственным в городе предприятием, которое обслуживает наружное освещение всего города. Сегодня на балансе предприятия больше 140 тысяч фонарей, светильников мы называем. Чуть больше 100 – это функциональное освещение улиц, проездов, внутриквартальных территорий, парков, скверов. У нас больше 30 тысяч светильников, которые архитектурное освещение, которые украшают фасады зданий. Структура предприятия без малого 500 человек, 6 сетевых районов. Мы охватываем весь город. Есть, так сказать, транспортный участок, более 100 единиц различной техники, в основном автовышки. Есть подсобное производство, которое изготавливает всякую роду оснастку для освещения городского. И имеем собственную проектную группу, которая разрабатывает проекты. Проекты на освещение, на иллюминацию, на архитектурное освещение, на все виды освещения, так скажем. На рекламу и так далее. Ну, вот это коротко структуре предприятия. Вот вы сказали, 140 тысяч светильников и 30 тысяч, которые освещают дома. Какие лампы используются сейчас, ну, с учетом, наверное, новых технологий, наверное, все-таки и вообще вот это дорогое удовольствие осветить город в нужное время? В структуре наружного освещения функционально мы используем лампу, распространенную, кстати, сегодня в абсолютной большинстве городов мира. Это натриевую лампу. Это современные многосберегающие лампы, которые, так сказать, преобладают наружным освещением, я еще раз повторюсь, абсолютно большинства городов мира. Я должен сказать, что ламп накаливания в городском освещении нет уже в Минске. Это уже, так сказать, ушло в прошлое. Часть ламп мы используем металлогалогенных, часть ламп мы используем светодиодных, ламп. Но эти лампы уже несколько используются для другого назначения. В основном металлогалогенные лампы мы используем для архитектурной подсветки фасадов зданий, а светодиодные лампы в 100% своем мы используем для праздничной городской иллюминации. То есть, ну, вот такая структура. Если говорить о расходах на освещение, так, я могу сказать, что сегодня вот часть работы городского освещения, вот этих тысяч, час работы ориентировочно по тарифу сегодня, сегодняшнему, ну, и, скажем, по актеровскому тарифу, часть работы наружного освещения стоит для города 50 миллионов белорусских рублей. Часть работы, час, час работы вот этого всего освещения. Ну, дорого это или дешево, да? Сейчас я сравню по потреблению электрической энергии. Наружное освещение города Минска потребляет сегодня, в городе Минске потребляет от общегородского потребления 0,6%. Поэтому я назвал две цифры, так? Одна в денежном выражении, вторая потребление в процентах от общегородского. Ну, то есть, они совершенно разные по звучанию, правильно? Ну, казалось бы, 50 миллионов сегодня дороговато для города Минска. Ну, это большие деньги. Это большие деньги, правильно? Это большие. А 0,6% потребления энергии, это же эти деньги. Я говорю за электроэнергию и те затраты, которые, так сказать, несем на это. Поэтому если отталкиваться от потребления электрической энергии, так это, скажем так, ну, абсолютно мизерные. И иногда, иногда нас, так сказать, вот финансисты, экономисты, особенно финансисты, они, так сказать, недопонимают. Они говорят, вот, освещение, много денег берет, так сказать, да. Ну, мы должны понимать, что есть норматив, есть сегодня спроектированные улицы, освещенность должна быть соответствующая. Сегодня предприятие обеспечивает освещенность улиц в соответствии с утвержденными нормативами. Мы не можем поступить иначе, потому что, ну, первое, это требования населения, это сегодня безопасность, комфорт и так далее. Второе, это сегодня транспорт. То есть мы обязаны обеспечить для транспорта соответствующую освещенность на улицах, потому что иначе возникают юридические процессы разные. Ну, и, в-третьих, это сегодня безопасность самого населения. Вот, так сказать, те затраты, две цифры, которые я назвал в денежном выражении и, так сказать, в выражении, значит, процентном. Вот, ну, я человек седовласый, но меня просто гложет чисто детское любопытство. Скажите, пожалуйста, все-таки, как включается свет на наших улицах? Как это происходит? Либо это человек, который нажимает кнопку, либо это автоматика. На сегодняшний день, безусловно, это автоматика. Освещение управляется с Центральной диспетчерской службы, находится это адрес по улице Платонова. Сегодня мы имеем возможность управляться освещением, так сказать, в любом режиме, который, так сказать, делегирует нам население. Вот они спрашивают, особенно в это время. У нас, кстати, много вопросов по системе управления возникает вот в этот именно период, когда переход неустойчивого погодного условия, и когда вот переход с лета на осень, особенно с осени на зиму, вот, где-то пару месяцев до того, как снег выпал. Поэтому я лично жду снег только для того, чтобы он отражал немножко население. Чтобы было светлее. В том числе, да, это я искренне скажу, когда вот зимы на весну, вот слякотная погода, переход вот этот, он обычно сложный для нас, в части управления. Народ пишет, ну что вы не можете там на 20 минут, на 30 минут включить раньше. Ну, у нас есть график, разработанный годовой. Он разработался с нашими знаменитыми прогнозчиками погоды. Значит, это календарный график. Он отличается, безусловно, только тем, что вот бывает на какой-то день, например, из-за туч, там, из-за других погодных условий возникает форс-мажор, и мы, диспетчер имеет право на 15 минут отклониться от графика. Но с населением вопросы здесь немножко у нас есть. Я должен признать это. Потому что некоторые просят, что ну, ну, наверное, объективно просят. Потому что бывает и город накрывает тучами не везде одинаково. Хотя у нас автоматика позволяет мы... Мы сегодня ведь, ну, не на солнце смотрим абсолютно. Сегодня у нас в городе, в определенных местах стоят датчики, которые с фотообъективами, которые сегодня дают нам возможность определять люксы по затемненности, когда мы должны освещение включить и где. То есть мы этим руководствуемся. То есть это сегодня такой уже подход с научным подходом. Не просто рубильником, а уже, так сказать, с научным подходом. Но мы сейчас... Наша задача перед нами стоит не просто включить освещение как таковое, а еще, так сказать, и отследить за каждым фонарем в отдельности, как он и работает. То есть мы дошли уже сегодня и до этого. В этом году мы реализуем один проект уникальный, который, скажем, мы отрабатывали вместе с французами. Представители Франции были в этом году по теме умного... Он так проект называется «Умный свет». Эта тема, она новая, и я думаю, что она получит свое развитие особенно в частном... То есть в секторе жилой застройки в нашем городе Минске. Мы будем, так сказать, эту тему развивать, где освещение будет работать, так сказать, в полном режиме в то время, когда население движется по пешеходным дорожкам, так. И она будет работать в режиме экономии до 50% и более, когда там просто никто не ходит. Но правильно ли вас понимаешь, что вот информация о том, что где-то что-то не горит, где-то что-то перегорело, поступает на пул диспетчера моментально? Да, у нас круглосуточный режим работы. Как быстро устраняется неполадка? Как правило, это у нас устранение неисправности. Ну, кроме, так сказать, замены единичных ламп. Это происходит чуть реже. В течение, скажем, трех-четырех дней мы доезжаем и даже до единственной лампы где-то, которая не горит. У нас таких заявок, кстати, очень много. А те аварии, которые, так называемые, обрывы какие-то, учитывая, что сети все-таки находятся на открытом воздухе, это же они в помещениях, правильно? Но мы в течение, так сказать, ночной смены успеваем проехать, успеваем, реагируем сразу, потому что практически у диспетчера под контролем абсолютное большинство. Я бы сказал, магистральные улицы все. Но по жилым застройкам, по кварталам есть еще вопросы, над которыми мы работаем. А так, для того, чтобы устранить сегодня полностью отключение какого-то там участка, района, это в течение, там, ну, суток устраняется абсолютно. Сейчас мы с вами ненадолго прервемся, а после небольшой рекламы на нашем телеканале мы продолжим этот разговор. Итак, мы продолжаем этот разговор об освещении города. Славомир Станиславович, вот, ну, наверное, его украшением города ночным, наверное, каким-то придает ему свое неповторимое лицо, является как раз вот ночная подсветка домов, архитектурных сооружений. Вот скажите, как ведется эта работа для того, чтобы, ну, мало того, чтобы подсветить красиво, но еще подчеркнуть какие-то архитектурные формы? Кто, кто вот этим занимается? Эта работа с архитекторами, как она проходит вообще? Я немножко начну чуть-чуть с истории, а потом я перейду на текущий момент. В 2001 году была реализована программа по архитектурному освещению фасада здания. Начинали мы с Площади Победы. Эта тема на тот момент, она была неоднозначно, даже население воспринято. Дорого, дешево, красиво, некрасиво. Сегодня мы, на сегодняшний день, уже, так сказать, имеем на балансе порядка 30 тысяч светильников, которые установлены на фасадах зданий. Режим работы освещения, он несколько отличается от режима работы освещения функционального. И для того, чтобы успокоить тех, кто думает, думает, что это супердорого для города, я должен сказать, что освещение сегодня архитектурное работает до 11 часов вечера с момента включения. То есть, по сути, в летнее время мы практически его там не включаем на полчаса. В этой теме работает абсолютное большинство узких специалистов, а их в городе не так уже много. Поэтому это не задумка какого-то одного человека, придумал Гринявич или мой заместитель что-нибудь изобрести. Это, по сути дела, работа творческая совместно с архитектурой города. Это первое. Второе. Вот по отзывам населения, абсолютно мы изучали наше население, которое, так сказать, достаточно принципиально к свету относится в том числе. Очень немногие сегодня выражают какое-то недовольство, что этот свет мешает, хотя на первоначальном этапе, я должен сказать, было абсолютно, я не помню, там три или четыре жалобы, где приходилось приезжать. Ну, в квартиру приезжал и разговаривал с владельцем квартиры. Ну, конечно, безусловно, мы там поправляли, если там что-то где-то мешало, мало ли там подсветка какая-то существует. Ну, абсолютно мало. Я-то полагаю, что людям больше, так сказать, нравится, чем не нравится. Ну, и мы видим очень много сегодня картин, очень много, скажем, брошюр, очень много, так сказать, таких в разных организациях. Я вижу, что есть фотографии, которые, так сказать, на стенках где-то висят, картиночки, даже книжки есть. С нами не советуют, но нашу работу снимают. Но мы не обижаемся. Ну, вот мы с вами говорим, как работа, как идет эта работа моя коллега Вероника Кондратюк, покажет, как это работает. Посмотрим, после чего продолжим. Уютный и романтичный вечерний Минск. Таким его делает теплый свет от фонарей, разнообразная гамма архитектурной подсветки. Желтый, синий, белый, зеленый. Световое оформление столицы с каждым годом становится ярче и разноплановее, приковывая к себе внимание минчан и гостей столицы. Но так было не всегда. По-настоящему выходить из сумрака большой город начал только в конце 20-го столетия. В 1999 году городским исполнительным комитетом было принято решение о том, чтобы украсить подсветкой два основных проспекта Минска – партизанские и независимости. За основу взяли опыт европейских столиц. Первое здание, которое было архитектурно подсвечено, это здание Национального банка. Следующий здание – это рядышком 22-23 здания. Тогда дома, дома такой опировской эпохи построены, и было выбрано освещение естественно такого легкого желтого цвета. Сначала жильцы многоэтажек в штыки приняли новшество, буквально запретив проведение работ. Сегодня же большой город сложно представить без преображенных подсветкой многоэтажек, россыпи искусственных звезд над бульварами, мерцающих созвездий у Дворца Спорта. Только на проспекте Независимости лучи многоуровневой подсветки к вечеру преображают около 70 зданий. В этом задействовано более 4,5 тысяч лампочек. Независимая экспертная группа международная, европейская, знали, что мы тоже выполнили такой интересный проект по освещению проспекта Независимости. Приезжали сюда, сами им очень понравились, и поэтому они вручили непосредственно нам диплом второй степени. Кстати, в центре внимания специалистов предприятия Мингосвет не только историко-культурные здания столицы, но и современные многоэтажки. В их оформлении, как правило, используют более насыщенные цвета, особенно если жилой дом расположился вблизи воды. Здание по улице Старожевская, 8, необычность в том, что оно стоит рядом с водой. И ночью оно очень эффектно смотрится. Именно отражение в воде этого здания, отражение в воде дополняет саму подсветку. Поставили прожектора чуть-чуть чаще, чем обычно, и получился такой сноб света. Не случайно была выбрана цветовая гамма подсветки и для оформления лодочной станции на Комсомольском озере. Именно почему зеленый, надо было как-то контраст какой-то найти, потому что окружающие светильники, допустим, в самом парке, это натрий, это желтый цвет. А чтобы как-то выделялось, надо яркое белое пятно. Ну и зеленый уже так сам собой пришел. В отделе проектных работ на предприятии Мингорсвет специалистов работает всего трое. Но именно этот небольшой коллектив снабжает весь город свежими светлыми идеями. К каждому зданию особый подход – сделать дизайн уникальным, не нарушив общий световой ансамбль улицы – главная задача проектировщиков. Чтобы игра света удалась, учитываются все нюансы – уличное освещение, высота здания, цвет стен и даже окружающий ландшафт. Для этого специалисты выезжают на место, обследуют и фотографируют здание и только после этого приступают к разработке дизайна. Волшебных программ, конечно же, нет. Все рисуется в программе фотошоп, все рисуется вручную. Конечно, на дизайн обычного здания день рабочий, а то и два уходит точно, полный рабочий день. Потому что это довольно-таки кропотливая работа. После того, как дизайн готов, его согласовывают с главным художником города. Но и это еще не все. Оформление подсветки – дело не только творческое, но и математически кропотливое. Разрабатывается уже электротехнический проект. Рассчитывается мощности, сколько потребления электроэнергии будет. Отсюда выбирается кабельная продукция, прокладываются линии, чтобы запитывать эти прожектора. Рассчитываются сметы. Всего в световом оформлении большого города задействовано более 140 тысяч разнообразных прожекторов. Так, приглушенным желтым горят металлогалогенные лампы. Напротив, яркий свет излучает светодиоды. Главное достоинство огней нашего города – энергосберегающие технологии. На художественную светодинамическую подсветку Минска уходит менее полупроцента от общегородского потребления всей электроэнергии. Принцип экономии заложен и в традиционном наружном освещении улиц. По проспекту независимости используются лампы газоразрядные, они называются, значит, натриевого типа. Поэтому и создается ощущение желтого света. Мы все знаем, что желтым проспект горит. Значит, почему так принято? Потому что довольно удовлетворительная освещенность от этих ламп и потребление электроэнергии, ну, достаточно на удовлетворительном уровне. Продолжительность жизни одной такой лампы около трех лет. Если в ночное время хотя бы одна из них выходит из строя, первыми об этом узнают в оперативно-диспетчерской службе. Буквально через несколько минут на место ЧП выезжает ремонтная бригада, ведь затемненные участки на улицах могут спровоцировать аварии. Затем, как проходят ремонтные работы, другие специалисты следят в диспетчерской. На больших мониторах и специальной карте, как на ладони, видно, как работает вся подсветка и освещение большого города. Ну, вообще у нас в городе около двух тысяч, называются они у нас, шкафы управления наружным освещением. Четыре световых режима, голубой – это полное включение, зеленый – это ночной режим, красный – авария, и сиреневый цвет – это отсутствие связи с этим шкафом. Сейчас мы на экране видим, в принципе, все, что мы включаем. Вот здесь уличное освещение, которое управляется по телефонным линиям, которое управляется по радиосвязи и которое управляется с ГСМом. Здесь у нас подсветка, вот эта часть, это подсветка всего города. Вот эта часть – иллюминация. Кроме того, вот есть иллюминация мостов. Здесь же в оперативно-диспетчерской службе включают все ночное освещение. Чтобы столица засияла огнями, диспетчеру достаточно сделать всего несколько кликов мышкой на мониторе компьютера. Как рождается подсветка города и кто ее зажигает, разузнали Вероника Кондратюк и Сергей Курков. Специально для программы «Большой город». Конечно, не могу не затронуть тему, наверное, вот момент, который любят все минчане – это праздничная иллюминация, которая время от времени появляется в городе. Скажите, пожалуйста, вот фантазии ее разработчиков могут ограничиваться вашими техническими возможностями? Иллюминация городская, она построена на светодиодах абсолютно на 100%. Это в основном миниатюрные светодиодные, скажем, клиплайты или другие технологии, которые нам позволяют, так сказать, получить эффект в части такого художественного образа. В этом году разработали и реализуем концепцию обновления некоторых участков, которые и мы вот к Новому году так сказать, ну, на наших зрителей, а зрители у нас в основном это минчане наши, горожане наши, мы вынесем несколько таких световых решений. Я думаю, что им понравится. А можно приоткрыть какую-то интригу? Я понимаю, что это будет большим сюрпризом для всех нас, но хотя бы хоть что-то приоткрыть, завесу какой-то тайны, что будет, чем порадуете нас в новогоднюю ночь? Ну, это будут некоторые световые объемные фигуры в районе нашего знаменитого футбольного манежа, в районе дворца спорта, ну, в районе нашего хоккейного, так сказать, стадиона. Решение, вот наше было, так сказать, предложение одной из фигур у футбольного манежа, ну, целый микрорайон населения Веснянки. Ну, мы посмотрели вот на реакцию населения, когда мы на Октябрьской площади поставили шарики новогодние. Столько детей, столько населения, мы просто пришли сфотографироваться. Я понимаю, они получили удовольствие массу от этого, и много было таких, скажем, высказаний, ну, положительных, я должен сказать, хотя разные есть высказывания, мы об этом знаем, но в данном случае вот это решение тоже было сделано таким акцентом, чтобы, ну, если это наш знаменитый значит, стадион хоккейный, ну, там проходят регулярные чемпионаты, там, так сказать, регулярные матчи чемпионата, так что там святая фигура отождествляя хоккей должна быть, так, на наш взгляд. Это мы предлагали абсолютно, то есть мы, собственно, как вы, инициаторы. Ну, вот не боимся брать на себя такие инициативы, и делаем, но, ну, видим, населению нравится. Слава мира, Станиславович, вот вы, наверное, так же, как и я, часто возвращаетесь домой, ну, довольно поздно. Вот вы, когда проезжаете по улицам города, вы критично относитесь к тому, что вы видите, что здесь надо что-то подправить, здесь добавить, или просто наслаждаетесь? Как я отношусь, смотрю ли, ну, приносит ли это мне удовольствие? Безусловно. Когда все работает, когда, так сказать, на мой взгляд, красиво все, конечно, приносит удовольствие, безусловно. Я же, так сказать, не буду лукавить здесь. Вот. Когда не горит, тогда это другой совершенно вопрос. Меня тоже это не беспокоит. Слава мира, Станиславович, хочу еще раз сказать вам большое спасибо за беседу. Все-таки, я думаю, просто уверен, что вы действительно светили вот закрытый для нас аспект вашей работы. Я думаю, что Меча намногое стало понятно. И, может быть, даже возникнет интерес поднять лишний раз голову и оценить вашу работу. Спасибо. Я напомню, что сегодня моим собеседником был руководитель предприятия «Мингорсвет» Славомир Гриневич. В заключение хочу традиционно добавить. Хотите предложить свою тему? Звоните. 290-66-00 или 1-600-700. Оставьте сообщение на нашем сайте. ctv.by с пометкой «Большой город». Я встречусь с руководителем организации или специалистом, чтобы задать ему интересующие вас вопросы. На этом все. Всего доброго и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова